Братья и сестры, слава Господу! Слава Богу нашему Отцу за Его Сына и теперь нашего Спасителя, нашего Помощника, нашего Утешителя, Ходатая, который нас ведет в прекрасной обители, который наставляет нас и утешает нас. Слава Господу за Иисуса Христа, за Слово Его! И сегодня с Божьей помощью мы с вами продолжим исследовать Писание, обращаться к Живому Источнику. Мы рассуждаем о вере, и я за основу взял послание к Галатам. Мы уже переходим к 6 главе, сейчас еще хотел бы коснуться 5 немного. Напомню, в прошлый раз мы говорили о том, что плоть и дух, между ними происходит борьба. И рожденный свыше христианин, вот, он получает свободу от греха, он получает чистую совесть, у него появляется способность служить живому Богу. Вот, и это все через Иисуса Христа, и то, к чему закон не мог сделать, то сделал Иисус Христос. И это все благодаря вере, и через вере в Иисуса Христа мы получаем не только, как я говорил уже, прощение, не только освобождение, но мы еще и получаем Духа Святого, мы получаем водительство Святого Духа. И это очень-очень, это очень важно. И вот это водительство, оно в дальнейшем отражается в наших поступках. И как уже Павел напоминает, да, о том, что идет противление между плотью и духу, потому что плоть желает своего, вот, она желает противного духу, а дух желает противного плоти, и поэтому между ними идет борьба, и уже в зависимости того, кого мы будем слушать, кого мы будем, что мы будем сеять или в плоти, или в дух, что мы будем возделывать, вот, то, соответственно, вот это и у нас будут такие результаты. И Павел тут перечислял, вот эти дела о плоти, они явны, это то, что проявляется, я думаю, что каждый из нас, мы это испытывали, вот, и даже периодически, когда приходят какие-то искушения, мы видим у себя еще проявление это, но мы понимаем, что это плохо, и с помощью Господа мы с этим боремся, получаем победу и идем дальше. И поэтому Павел перечислил, вот, и дальше он пишет о том, что 21 стих, вторая часть, пятой главы. «Предваряю вас, предупреждаю, как и прежде вас предупреждал, что поступающее так Царство Божие не наследует». И дальше мы уже так коснулись в прошлый раз, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на таковых нет закона. И мы видим противоположность тому, что, когда у человека проявляется вот эта плоть, проявляется грех, то противоположность тому, когда мы в Господе, мы видим, какие плод, этот плод угоден Господу. И этот плод, он имеет силу. Ну, мы знаем, мы, ну, любим кушать фрукты, вот, или овощи, ну, любой плод, который мы кушаем, и если он полезный, если он хороший, если он спелый, то он дает тебе силы, укрепляет тебя и продлевает твою жизнь. То вот здесь написано, что духовный плод, он также само служит для благословения. И какие бы ни были обстоятельства, если мы приносим все-таки плод Духа, да, вот этот плод, о котором говорит Павел, то будут результаты. Будет благословение, будет подкрепление. Вот. И я хотел бы заметить, вот, говоря о делах плоти, то мы же понимаем, кто за этими делами плоти стоит. За этими делами плоти стоит грех, за грехом стоит лукавый, который постоянно противится не просто Духу, противится самому Богу, противится Святому Духу. И вот поэтому мы должны понимать, что лукавый хочет свою власть проявлять, лукавый хочет свою часть иметь, и в одном из Писаний написано, не давайте место лукавому. И поэтому, когда мы говорим о делах плоти, то мы подразумеваем, что это дела греха, это дела лукавого, который хочет, чтобы они через нас действовали. Когда мы говорим о плодах Духа, о плоде Духа, да, то это понимаем, что это от Бога. Когда мы приходим к Господу, да, вот происходит это перерождение, и у нас появляется вот этот плод, вот этот результат. И что интересно, что вот плод, он проявляется в разных обстоятельствах один и тот же. И помните, очень хороший псалом, это первый псалом, там говорится о человеке, который праведен, и там написано, и все, что он не делает, там успеет, а перед этим, перед этим написано так. Написано так. «И будет это праведник, который в законе Господа, воля его, который размышляет, возделывает, размышляет, сеет день и ночь, и будет такой человек, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во всякое время, во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, который приносит плод, постоянство приносится плода». И поэтому, когда мы говорим о плоде Духа, то он проявляется в разных обстоятельствах. Я вот так вот размышляя, размышляя об этом, я вспомнил Иова, и именно как вот у него проявился вот этот плод. Хотя это был человек, живший в Ветхом Завете, но я верю, что этот человек тоже жил по вере, жил послушанием Господа, и этот человек отличался именно постоянством. Помните, там, всякий раз, когда там дни рождения были у его детей, он постоянно приносил вот эти жертвы, молился за них, и Писание о нем говорит, что даже Бог засвидетельствовал, Писание обращает внимание не на то, что он был сначала, что он был богатый, а на то, что он был богобоязненный, как мы сегодня уже слышали, да, вот это была у него черта. И вы смотрите, как оно проявляется потом, когда мы видим вот это искушение, когда один за одним он теряет имущество, и потом теряет детей, и там очень хороший, мне так вот плод вот этот нравится, там написано, и, и, когда это все произошло, да, разодрал одежды, там все, и написано, и не произнес ничего неразумного Боге, но сказал, да будет имя Господне благословенно, Бог дал и Бог взял. И вот обратите внимание, вот этот плод, да, вот этот результат, вот это хождение перед Богом, оно ярко особенно проявляется в очень трудных обстоятельствах. И поэтому здесь, когда мы говорим из Галатом, да, вот этой пятой главой, то написано, да, вот плод, да, он проявляется, и он действенный, через него подкрепление идет другим людям. И вот давайте как бы кратенько посмотрим, да, что за плод духа, это любовь, да, и любовь, прежде всего, Иисус показал, и Бог показал, это жертвенность, это не я на первом месте, но на первом месте кто-то другой. И Бог ради нас отдает своего Сына, мы видим, да, жертвенность, поэтому здесь любовь, любовь. И помните Ефесская церковь, которая оставила первую любовь, вы помните, какое было строгое к ней отношение, говорит, сдвину светильник твой, вот, но имею против тебя, имею против неба, тебя оставил. Поэтому любовь – это очень важное качество, это в другом месте написано, это любовь, это совокупность совершенства, но в данном случае, я как бы более делаю акцент, это на жертвенности, да, жертвую чем-то ради другого. Дальше мы читаем радость, да, это радость при любых обстоятельствах, радоваться в Господе, да. Мы сейчас как бы, мы видим, что происходит в мире, вот, ну, как мы слышали свидетельства, и я в Вайбере читал, что несмотря на то, что такая ситуация, но христианин он находит в этом плюс. Почему? Потому что мы знаем, что все от Господа. Если Господь это дал, такое время, то значит, нужно просто в это время мудро использовать, да, и больше пребывать в Господе. И мы радуемся этому, что нас Господь, что с нами Господь. И поэтому вот эти все, вот эти все плоды, вот этот плод, он проявляется именно в разных обстоятельствах, при всех обстоятельствах. Дальше мы читаем мир или миротвор, это, ну, хранить мир. Помните, Иисус в Нагорной проповеди сказал, что блаженны миротворцы, блаженны, ибо они будут наречены сынами Божьими. Вот какая высокая честь кому? Тем, которые хранят мир. И написано, что гнев не творит правды Божьей. Мы в прошлый раз так немножко касались, что когда человек в гневе, он может неправильно что-то сделать, сделать какую-то ошибку. Вот, но здесь, наоборот, когда ты в мире, да, когда ты в покое, то результат будет совершенно другой. Дальше мы так кратенько смотрим. Мир долготерпения, да, это когда не то, как бы я хотел, что приходится что-то, ну, сносить, переносить, и не просто воздерживаться, но терпеть, и это долго терпеть, да, это срок терпения, долго терпения, это какой-то процесс, и при этом ты остаешься тем же самым. И вот мы видим тот же Иов, да, у него проявилось вот это терпение, у него проявилось вот это долго терпение. Он неразумного о Боге не говорил, хотя в конце мы читаем, что Бог говорит ему, кто сей омрачающий провидение словами бессмысла, да, что были такие, у него были какие-то отчаяния, ну, представьте, каких обстоятельствах он был, но тем не менее у него было долготерпение, он держался за поведение Господних, и говорит, я не отрекусь, я не оставлю этого всего, потому что он посвятил этому всю свою жизнь, и поэтому долготерпение, да, проявляется именно тоже в разных обстоятельствах, когда нужно просто терпеть. Помните, вспомните израильский народ, когда Моисей ушел, вот, его не было 40 дней, и израильский народ уже, потеряв из виду Моисея, начал переживать, и уже тогда сказали Рону, вот, и буквально только они поставили тельца, сделали, и в это время Моисей приходит. Вот видите, не хватило ему, не хватило вот им вот этого терпения, но это все плод, это все результат нашего внутреннего, духовного человека, который в Господе, и поэтому, когда мы в Господе, у нас будут проявляться не просто терпения, у нас будет проявляться еще и долготерпение, дальше благость, или другими словами, это доброта, это желание другому добра, в ущерб иногда самим себе, и мы видим это на примере Иисуса Христа, вот, и даже Иисус учил о том, что нужно желать добра тем, которые нас гонят, которые нас обижают, вот, и хотя чисто, ну, для нас мы это понимаем, мы же с вами люди, живем в этой плоти, это очень трудно, но тут уже действует Бог, и за этим стоит сам Бог, поэтому благость – это доброта, дальше милосердие, сострадание, дальше мы чуть посмотрим, выше в 6 главе, сострадание, да, хотя человек и не заслуживает, да, вот, прощения, как вот мы с вами, ну, я не знаю, или кто-то заслужил из вас спасение, но я спасение не заслужил, но Бог ко мне проявил свое милосердие, проявил сам ко мне сострадание, Он простил меня, хотя я еще был виновен, вот, так же само и мы должны быть милосердны, сострадательны, вот, написано, прощая, взаимно прощая друг друга, если кто на кого имеет, дальше написано вера, да, это уверенность, это верность, вот, это доверие Богу при любых обстоятельствах, дальше мы читаем кротость, и кротость – это такая, знаете, это смирение, это лагедность, и вот помните, Иисус Христос даже говорил, придите ко мне, все труждающиеся и бремененные, я вас успокою, возьмите там, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и вот, вот эта кротость у нее проявлялась, помните, как он отдал себя полностью во власть, во власть то, когда над ним издевались, он все предавал, он полностью отдал себя в послушании, в следовании за Господом волей, вот, кротость в проявлении, в общении с другими людьми, да, можно доказывать свою правоту, там, или еще что-то, а можно просто смириться, а можно просто все отдать Господу. Дальше написано, кротость и воздержание, воздержание, это когда ты узнаешь и понимаешь, что это не угодно Господу, хотя еще где-то внутренне, ну, или где-то плоть, она желает вот этого, но ты стараешься, ты ограничиваешь себя, ты воздерживаешься, и это все ради Господа, понимая, что это угодно Господу. И как мы в прошлый раз говорили, основой нашей веры это должна быть любовь к Богу, понимание того, что Бог сделал, понимание того, что я был виновен, вот, и очень тяжело человеку по-настоящему оценить то, что сделал Христос, когда он реально не видит себя, кто он есть на самом деле, когда он не понимает до конца, ну, что сделал Бог, что сделал Христос, и такому человеку очень тяжело Бога любить. Вот, но тут мы имеем, да, вера, которая действует любовью, вот это основа нашей, основой нашей веры, вот это понимание, кто такой Бог. И я такой, как бы, пример вспомнил в своей жизни, вот, там одно время одного брата очень сильно обидели, моего хорошего знакомого, хорошего благословенного брата, вот, и было очень больно ему, это было несправедливо, вот, и, ну, начали с ним общаться, и вот он начал, ну, делиться вот этим, что так ему тяжело, что так ему плохо, вот, ну, мы там старались поддерживать, как могли, вот, а потом прошло буквально немного времени, и у меня подобная ситуация произошла, вот тоже, ну, несправедливое обвинение, вот, и у меня мотивы были одни, а, ну, все превратили так, как будто я по-другому, и было очень тяжело, ну, я думаю, братья и сестры, когда мы это все переживаем, когда мы с этим сталкиваемся, то мы понимаем, насколько это бывает больно, может, для кого-то это не больно, но, мы сами, ну, переживаем, что это больно, и вы знаете, было очень-очень тяжело, вот, очень-очень было тяжело, вот, и первое, что я хотел сделать, я хотел сразу найти кого-то, и просто поделиться, ну, знаете, вот высказаться. И только я вот это, ну, только уже думал, найду сейчас брата там, ну, у меня есть друзья, слава Богу, и в церкви, и в других церквях. И только хотел сделать, я чувствую, Бог говорит, что не нужно. Вот постарайся все отдать Господу. Вот кротость проявли, смирение, да. И я вот так вот просто смирился, говорю, Господи, ведь ты же видишь и знаешь мотивы. Видишь мои мотивы, что я этого не делал, у меня даже мыслей такие не было. И вот я просто-напросто никому не обратился. И Бог начал благословлять. Проходит буквально немного времени, ситуация исправилась, и так прямо хорошо, и я увидел результат. И я для себя это делаю как бы вывод, вот хорошо быть всегда водимой Господом, слушать именно Господа. И вот это водительство, хождение в Духе, оно и подразумевает. Оно подразумевает, когда мы нуждаемся перед Господом, задаем вопросы Господу, и Господь, Он всегда помогает. Но Он ожидает от нас, и если Он вот этих плодов, и когда Бог действует через нас, когда Христос в нас, у нас будут не те дела плоти, которых мы перечислили, а будет вот этот плод Духа. И что интересно, что я вот тут как бы сколько уже читал именно Галатам, но я не обращал внимания, но слава Богу, что я вот последнее время очень так стараюсь уникать в эту книгу, в это послание, и я обратил внимание, что у Галатов была проблема, и мы так кратенько коснулись, но вот эта проблема у нас была, вот смотрите, 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». Оказывается, помимо того, что они в закон начали уклоняться, у них еще вот это появилась проблема во взаимоотношениях. Мало того, Павел говорит, что вы друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были даже истреблены. И это не просто говорится о людях неверующих, а речь идет о людях уверовавших, принявших Иисуса Христа, но вместо того, чтобы сосредотачиваться на Христе, на вере, на плоди Духа, они начали уворачиваться в сторону, отвлекаются от самого главного, чему-то уделяют больше времени, там, обрезанием, там, всяким, ну, субботам, все-все-все-все, туда уже уделяют свое время. И вот смотрите, на чем оно отружается. Сразу же оно отражается на наших взаимоотношениях. И я удивляюсь, я просто удивился, насколько действительно в Галатам, особенно вот в конце, вот пятая глава, шестая глава, она говорит о взаимоотношениях. И это очень важно. Вы помните Иисус, как тут написано в шестой главе, закон Христов, вы помните, Иисус, да, уча учеников, Он научил им, оставил им свой закон. Он говорит, да любите друг друга. И я думаю, что легко любить человека, который тебя любит. А попробуй любить человека, который, ну, не соответствует твоим каким-то стандартам. Вот, что, ну, иногда, ну, думаешь, ну, за что этого человека любить? Но, тем не менее, Писание учит, да, Иисус говорит, да любите друг друга. Вот эта заповедь, которая нам оставлена, да любите друг друга. И вот эта любовь, да, она должна проявляться в наших взаимоотношениях. Вот мы все с вами разные люди, да, разный возраст, разный, там, социальный статус, разное образование, вот. И, ну, разный образ жизни, там, материальное положение, и, там, образованные, кто-то учился, там, в институтах, кто-то нет, разное место работы. Вот представьте себе, да, вот, разные люди. И цель Бога, да, вот, сила Бога, чтобы между ними были взаимоотношения, как монолит, как единая церковь. И это Бог действует. И это очень хорошо показано в послании к Галатам. И поэтому та причина вот этих дел плоти, которые проявляются у человека, то, прежде всего, за ним стоит свое «я». Человек хочет, ну, свое «я». И помните, вот, хорошее место, это в послании, сейчас, это в послании Иакова, вот, это, сейчас он пишет, послание Иакова, 4 глава. Тоже те же самые проблемы в церкви были, да? Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете и завидуете. Представляете, какие взаимоотношения строятся? И не можете достигнуть. Препираетесь и враждуете. И не имеете, потому что не просите. Ну, не смиряетесь перед Господом. Не нуждаетесь, что действительно Господь и там не нужен. Не имеем вот этих, вот этого плода. Когда мы видим недостаток, да, у себя, мы нуждаемся, Господи, помоги мне. И написано, просите и не получаете. А почему? Да потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот, да, вот, что является движущимся мотивом, движущейся силой, да, вот этим внутренним мотивом моего хождения, моих взаимоотношений. И поэтому часто вот эти ссоры, вот это все-все, причина там простая. Это наши преимущества, да, когда мы, уничижая других, ставим себя, ну, на высшее место, не почитаем других, не почитаем других высшими себя. Но когда мы уделяем больше времени себе, да, вот я не так, как Христос пришел послужить, да, вот нам хочется уже на пьедестал уже какой-то стать. Мы требуем себе какого-то особого уважения. Вот поэтому, когда вот это есть, вот этот внутренний мотив, движущаяся сила, это свое собственное я, то, соответственно, будут и дела плоти. Поэтому, соответственно, будет и ссоры, тут написано и ненависть, бесчинство будет, разногласия, ссоры будет, зависть, вражда будет, нечистота будет, вот это все будет во взаимоотношениях проявляться нашими. Но когда мы действительно в Господе, то взаимоотношения, уже плод духа занимает место в наших взаимоотношениях. Поэтому, я просто говорю, я был удивлен, когда вот начал глубоко вникать и увидел, что очень много в Галатам посвящено этому. И, живя уже, ну, достаточно количество лет, будучи верующим, посещая многие церкви, вы знаете, встречаются, и очень часто встречаются именно проблемы во взаимоотношениях. Но, да, для нас пример – это Христос, это кротость, это смирение, это все даем Господу, работаем над нашим внутренним человеком и со своей стороны стараемся, стараемся, чтобы этот дух, плод проявлялся, да, и тогда будет Господь действовать. Еще раз напомню, что плод – это то, что вкусно, это то, что дает жизнь. Я помню, один брат рассказывал, проповедник Браджин рассказывал один пример, что где-то в Австралии есть такой плод, вот, и я не помню, какой на вкус, но его можно кушать, но он совершенно не имеет питательных веществ. И вот кушаешь, кушаешь, и вроде бы ты наелся, да, но на самом деле ты умираешь потом с голоду, если ты будешь кушать этот плод, то все, что от Господа, оно, то, что мы читали, да, то это настоящий плод. И если человек, с которым ты взаимоотношения имеешь, вот, если от тебя это исходит, да поможет нам Господь, потому что я знаю, что я сам, ну, не такой, но я понимаю, что к этому нужно стремиться, вот, то это будет польза, это будет назидание, это будет благословение. И поступая так, мы даем действия Богу. Когда мы поступаем по Его воле, когда мы даем место лукавому, лукавый, свою руку там, да, вот он лукавый действует. Когда мы проявляем вот эти плоды, дела плоти. Но когда мы позволяем Богу и стараемся, чтобы у нас был этот плод Божий, то, соответственно, и Бог будет действовать. Бог будет действовать. Не злословьте друг друга, да? Вот, когда мы злословим друг друга, результат плохой, потому что тут уже плод действует, да, действует плод. А что такое плод? Плод – это грех, грех – это лукавый, а это противление самому Богу. Но когда мы, наоборот, поступаем по Богу, то, что угодно Богу, то за этим Бог стоит. А я думаю, что вы понимаете, что самый лучший, кто может исправить взаимоотношения, исправить нас самих, это Бог есть. Он знает. Вот, и поэтому, когда вот у нас действует плод Духа, то он приносит пользу. Его приятно и кушать, и оно даст. Хотя, даже, возьмем так, и обличение, да, это тоже. Ну, дальше посмотрим чуть-чуть, чуть-чуть выше. И поэтому пишет он, да, на таковых нет закона. Вот эти кротость, ну, вот эти все, что мы прочитали, плод Духа, закон их не действует. Потому что это от Бога, это результат веры во Христа Иисуса. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями, да, распяли. И тут не просто обездвижить, да, это распятие, это в другом месте написано умертвите земные члены ваши. Не подпитывать. Когда мы начинаем подпитывать, что-то такое делать, что подпитывает нашу плодскую природу, плодскую натуру, оно, соответственно, будет и набираться сил, и будет работать. Вы помните, Иисус очень хорошую притчу привел, это 13 главе Евангелия от Матфея. Он говорил о сеятеле, который вышел сеять семя. И помните, там четыре вида земли, и в каждую землю упало семя. Семя, которое имеет великую силу. Семя, которое там во стократ или там в 60, помните, оно может приносить плод. И вот это семя, когда попадает на разную почву, и, соответственно, разный результат. Разный результат. И поэтому, когда мы действительно даем вот это место, да, когда мы место Господу, тут мы распяли плоть со страстями и похотями, когда мы подпитываем нашу плоть, то, соответственно, вот это семя, оно заглушает. И вы помните, что в результате настоящий плод, это не просто какое-то служение, да, это, ну, труд какой-то перед Господом, но даже взаимоотношения, даже вот, ну, к примеру, там, братик или сестричка, ты с ним общаешься, и ты чувствуешь, что человек в Боге, от Него чувствует это доброта, любовь, Он хочет твоего спасения, Он хочет, ну, благословения тебе, то ты тем самым питаешься. И вот это тоже результат, это тоже плод. Иисус когда-то сказал, «Я поставил вас, ученикам, в 13 главе Евангелия Теанда, Я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Вот, чего хочет Бог. И поэтому тут, да, вот, когда мы, приходим к Господу, да, то написано, плоть распяли. А что такое вообще распятие? Распятие – это умершление. Как мы читали, и с Иисусом это произошло, и с другими там разбойниками, Римская империя это делала, то человек на кресте просто-напросто умирал. Когда вот эта плодская природа, она не могла себя проявить, потому что она была и обездвижена, и в конце концов она была умершлена. И поэтому тут он говорит, если вы Христовы, те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями, с вожделениями вот этими, да, и с похотями. Ну, что такое похоть? Это уже настолько сильное желание, что ты не можешь с собой совладать. И не просто желание, а желание к плохому, к желанию тому, что не угодно Господу. Вот это плохое желание. Поэтому те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, да, дух животворит, то по духу и должны поступать. Вот это водительство должно быть духом. Я понимаю, к чему Господь меня ведет. К примеру, какая-то ситуация. Я понимаю, что злословие – это неправильно. Но правильно будет любовь, милость, сострадание. Но если нужно, и обличение. Но все должно быть правильный мотив. Поэтому он говорит, если мы живем духом, то и по духу должны поступать. И теперь смотрите, взаимоотношения какие. Не будем тщеславиться. Что такое тщеславие? Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вот плотская натура, она, ну, не прежде всего, но она проявляется всегда во взаимоотношении друг с другом. И вот первое слово – тщеславие. Что такое тщеславие? Это пустая слава. Это желание поставить себя на пьедестол, на пьедестал какой-то, да? Это требовать себе какого-то повышенного уважения, повышенного внимания, когда я на первом месте. И ради этого мы живем. Ну, люди ради этого живут. Вы помните фарисеев? Они даже, они даже вот это святое, как молитва, как пост, хождение перед Господом, они превратили его в вожделение. Причина – они останавливались молиться, чтобы показаться перед людьми. Тщеславие, да? Ищем славы. И вот смотрите, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, да, вот, своим поведением, вот, ну, своим взаимоотношением, вот, как-то, ну, себя так вести, не будем раздражать, и написано, не будем раздражать, друг другу завидовать, что кто-то лучше, чем я, там, кто-то лучше, там, слово сказал, или у кого-то что-то есть больше, чем у меня, то надо сказать, слава Господу, слава Господу. И поэтому, Господь и его будет использовать, ну, и тебя Господь будет использовать. Главное самое – быть именно на месте Господа. Самое главное – быть на том месте, на котором тебя посадил Господь, поставил, поставил Господь. Вы помните еще раз первый псалтырь, первая глава, там написано, и приносит плод свой во время свое. Когда мы в Господе, да, и когда мы находимся, даже пусть мы, ну, не занимаем какую-то, конечно, хотелось бы всем на кафедру, вот, какие-то там, иметь какие-то звания, должности, но не это главное. Главное – быть на своем месте. Как и Павел сравнивает, как у тела разные члены, и у каждого члена свои предназначения, но вместе, это совокупность, они действуют. Так же самое и здесь, да, не будем тщеславиться, друг другу раздражать, друг другу завидовать. Вот, это неправильно, не нужно это делать. Поэтому, причина еще раз хочу, это эго, это, ну, это себя люби, это я. И помните, Павел говорил, что в последние времена настанут, это в Тимофее, он сказал, второй Тимофейне, вроде третья глава, говорит, последние дни настанут времена тяжкие. И вы помните, как начинается, почему времена тяжкие? Ибо люди будут самолюбивы. Вот это основной мотив. И, да, сохранит нас Господь, чтобы у нас не было вот этого мотива. Мы должны проверять свои мотивы. И дальше мы переходим к шестой главе, и речь идет дальше о взаимоотношениях, речь дальше идет о духовности, о плоде духовном, который проявляется. И я для себя тут отметил, ну, как бы таких, три или четыре таких основных момента, проявлений вот этой духовности в наших взаимоотношениях. Тут идет речь о взаимоотношениях. И смотрите, братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете таково в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. И очень интересно, если впадет человек в какое согрешение. Ну, здесь не имеется в виду человек, который бунт, который уже, знаете, конкретно идет против Бога. Сознательно это все делает. Вот идет, и вот, ну, просто идет. Против Бога я буду делать так. Здесь имеется в виду, что человек споткнулся, где-то человек ошибся, где-то человек не пободрствовал. И вот что-то такое случилось с ним. И вот духовный человек говорит, вы духовные, да, вы под водительством Духа Святого, которые должны приносить плод любви, ну, плод Духа, вы духовно исправляете таково в духе кротости. Сама цель Христа, и тут дальше он пишет, и таким образом исполните закон Христов. Мы сейчас к этому дойдем. И сама цель Христа, мы уже напоминали в прошлый раз, это спасение. И он пришел, написано, взыскать и спасти то, что погибшее уже, то, что уже не может спасти. А в другом месте, помните, Иисус говорит, что, говоря о себе, и Слово Божие так говорило, что льна курящегося не угасит, трости надломленной не переломит. Вот, 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 чуть-чуть еще, вот трость, да, вот этот, уже вот чуть-чуть она сломается. Но Христос пришел именно исправить. И вот тут, вот тут, духовный человек, духовный человек, он проявляет себя в исправлении. Помните, была такая проблема, я говорю, очень много говорится о взаимоотношении наших друг с другом. Помните, написано, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Это седьмая глава Евангелия от Матфея. А своего бревна, ну, в твоем глазе не чувствуешь. Не просто видит, то не видит, что даже его не чувствуешь. Вот, он говорит, лицемер. Вынь у себя прежде, а потом увидишь, как помочь другому. Я не говорю о том, что мы не должны никого-то обличать. Здесь не об этом речь. Но здесь мотив. Движущаяся сила какая. Не будем тщеславиться, не будем о себе высокого мнения, не будем делать так, чтобы брат раздражался, да, как-то вот так его, знаете, раскручивать его. Вот, не будем завидовать, когда он что-то у него лучше. И я так себя веду, да, и против него наговариваю. Вот это все неправильно. Мотив не тот. Мотив здесь написан, если впадет человек какое-то согрешение, вы, говорит, духовные, вводимые Духом Божьим. Исправляйте таково в духе кротости. И еще один такой хороший плод Духа. Мало того, что в духе кротости, да, вот с таким смирением, это имеется в виду, ну, хорошее такое слово украинское, лагедно, мягко, да, вот упал человек, поддержать его. Об этом Павел и пишет. Говорит, но дальше, смотрите, наблюдая каждый за собою. Очень важный момент, момент, помните, Павел сказал когда-то Тимофею, он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и те, которые тебя слушают. И поэтому здесь очень важный момент, когда даже мы кого-то исправляем, нужно наблюдать за самими собою. Потому что иногда, вы помните, в пример, это очень много примеров в Ветхом Завете, когда Бог попускал какому-то народу нападать на Израиля, и тот народ проявлял чрезмерную жестокость, и что делает Бог? Бог наказывал того народа, которым, ну, которым он повелел наказать Израиля. То же самое здесь. Да, когда человек упал, не надо превознозиться, не надо тщеславиться, да, что я, ну, что я, то, конечно, лучше, чем он. Я бы такого никогда бы не допустил, но Павел говорит, ваше дело – спасать других, ваше дело – молиться друг за друга, помочь друг другу спасению. Вот в этом-то и церковь. Мы с вами как церковь, как одно тело, и вот этот организм, рука работает на меня, на мое тело. Говорит, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Мы все с вами живем во плоти. И если кто-то думает, что вот он какой-то такой, знаете, супермен, вот, то это неправильно, ну, такое слово, то это неправильно. Я помню, один брат рассказывал, такой благословенный брат, уже старец, вот, я так с ним общался, вот он говорит, что у него такой период времени был, когда он понял, что он уже, ну, достаточно силен духовно, и он уже не боится там, и он такой, знаете, смелый, вот, и ему не нужно там, ну, чего-то остерегаться, чего-то бояться, да я, любой грех, ну, любое этот самое искушение, перейду. И такое, когда появилась такая, знаете, самоуверенность, как он тут говорит, но чуть-чуть выше, кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тут себя обольщает. И потом, Бог допустил в его жизни страдания, испытания, и он настолько смирился, он настолько увидел, что вот это неправильное было у него понимание самого себя. И он попросил у Бога прощения, и там написано, пришел пророк, он говорит, пришел пророк, помолился за него, Бог его исцелил, и внутренность у него исцелилась, у него исцелилась просто внутренность. И поэтому тут написано, да, наблюдайте за собой. Мы все с вами подвержены искушениям, у каждого свое. Но когда мы радуемся, да, что кто-то упал, то это неправильно, Богу это не угодно. Бог за это будет взыскивать. И поэтому с нашей стороны, если есть возможность исправить, нужно исправить. Исправляйте духовные, только в духе кротости. Но еще раз хочу сказать, ситуации очень разные, потому что можно взять и на все ситуации это использовать. Павел пишет, если впадет, другими словами, споткнется. Это не то, что человек уже пошел конкретно против Бога. В такой ситуации надо конкретно тоже так и поступать. Там написано, да будет он тебе, как язычник и мытарь. Помните, в другом месте Иисус говорил. И поэтому тут он говорит, да, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. И дальше, смотрите, хороший плод такой духа. Носите бремена друг друга, духовные, да, поддерживайте тяжести, укрепляйте немощи. У нас у всех есть свои немощи. У кого-то одни, у кого-то другие. Но одна из причин, почему Христос собрал нас в одну церковь, собрал нас, чтобы нам не выделяться, не использовать кого-то для поднятия своего авторитета, для поднятия самого себя. Но нас Бог избрал, чтобы помочь друг другу спастись, поддержать кого-то. И поэтому написано, носите бремена тяжести, то, от чего человек сгинается, то, что ему тяжело, какая-то тяжелая ситуация. Это признаки духовного человека. Это плод духа. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Галатам очень хотелось вернуться обратно к закону Моисеева, обратно соблюдать. Вот эти заповеди, вот, ну, Ветхого Завета, как обрезание и так дальше, наблюдение дней, Иисус, Павел говорит, другой закон вам нужно соблюдать. Это закон Христов, что он себя предал для спасения нас. Вот это, ну, вот это действительно, вот, духовный человек. Вот это действительно человек, который находится в водительстве Святого Духа. Носите бремена друг друга, поддерживайте друг друга, молитесь друг за друга, не спешите обличать, понуждайтесь перед Господом, если это сделать, как это все сделать? Потому что я говорю, я сам это переживал, и вы переживали, когда ранили, ну, и больно было. Может быть, тому человеку, который ранил, для него это он просто сказал слово, а для вас это действительно большая рана. Но цель – носите бремена. Другими словами, сделайте так, чтобы человек почувствовал облегчение. Ободрите в чем-то, укрепите. Даже если человек, вот тут говорится о чем? О том, что человек согрешил. Вот. Обращайся к Господу. Господь тебя поддержит. Вот, Он за тебя тоже страдал. Вот, Он же знает мотив твой. Он простит тебя, да? Вот, поднимайте вот это бремя, даже вины иногда нужно поднять. Потому что иногда вот человек, Бог уже простил, а сам человек себя не может простить. Поэтому, насколько вот это важно, менты, мы с вами участвуем в таком, знаете, в грандиозном деле, в спасении людей. Бог нам поручил. Когда-то там, как же Павел сказал, что Он не соучастник, ну, как бы Он трудится тоже для Евангелия, соучастником Его, ну, что Он трудится вместе. Поэтому нам Бог дал такую большую честь, да, и вместе с Ним, с Его помощью, помощью помочь друг другу спастись. Дальше. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи, я добавляю, на самом деле, будучи ничто, тот себя обманывает, тот обольщает самого себя. И я просто, ну, когда прочитал, то, знаете, такая большая проблема. У нас есть, мы себя обманываем, тут дальше он пишет, не обманывайтесь, братья, что посеет, то и пожнет. Здесь то же самое. Ты никто, как бы, в глазах Божьих, но в своих глазах ты очень высоко поднялся. Когда-то Павел, говоря в Коринфянам, он сказал так, что он показал, что такое настоящая любовь, когда речь шла о идоложертве, он говорит так, что для меня идол ничто, но я не буду есть ради немощи другого человека. Моя цель, не просто, что я буду, а мне все равно, я лично тоже, для меня нету, я могу есть все, что подряд. Я благодарю Господа, молюсь, и Бог благословляет. Но для кого-то, для кого-то это может быть проблема. И поэтому я своими знаниями могу повредить тому брату. Поэтому тут очень важно, там так хорошо сказано, именно про настоящую любовь, что делает именно вот эта настоящая любовь. К сожалению, я не могу выдало жертвенных яствах это написано так, об эдоложертвенных яствах мы имеем знания, потому что мы все имеем знания. Но знание иногда, я думаю, надмивает, а любовь, она назидает. Любовь, понимание этого человека. И поэтому тут очень важный такой момент, да, кто я есть на самом деле. И каждый из нас, я думаю, что задает этот вопрос себе. И хорошо, что если мы, вернее, задают этот вопрос, и хорошо, что если этот вопрос мы задаем Богу, чтобы Бог дал правильную оценку мне, кто я есть на самом деле. Но кто почитает себя чем-нибудь, ну, понятно, здесь подразумевается высоким, на самом деле, будучи ничто, тот обольщает себя сам. Это очень плохое такое качество, вот, и люди есть некоторые, которые находятся в заблуждении. И, соответственно, думая, что они такие, на самом деле они не такие. Помните, это мы очень, ну, обращаемся еще к откровению, там написано, это Владокийская церковь, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Вот, это были проповеди такие, это был, это насаждалось такое мнение, это был образ жизни этих людей. Все хорошо, я ни в чем не имею нужды, я богат, я разбогател, вот, это время какое-то проходит, я обогатился, вот, но на самом деле, все вот это твои достижения, то, что ты находишься, вот, поднял себя, ну, на какой-то пьедестал, на самом деле, ты несчастный, ты жалкий, ты слепой, ты ногой, вот, представляете? Поэтому очень вот это опасное качество, когда мы о себе высокого мнения. Павел учит, да, Павел учит, и Писание нас учит, вникать в себя, вникать в Слово Господа, обращаться к Господу, помните, когда-то Давид сказал в молитве, Господи, посмотри, не на опасном ли я пути, вот это искренняя молитва, когда мы нуждаемся перед Господом, и Господь показывает мое настоящее Я, потому что иногда, думая о себе, мы можем ошибаться. И я вот какое-то время помню, ну, Бог меня просто сохранил, Бог дал мне хорошую бабушку, и, ну, и мама меня хорошо воспитывала, вот, и я очень многое удалось избежать, таких очень тяжких грехов, и поэтому, когда на пути к Богу, я немножко о себе был, такого, знаете, неплохого мнения, ну, сравнивая себя там с бандитами, там, с людьми, которые глубоко во грехе, вот, но когда прошло время, я начал больше общаться с Господом, то у меня внутренне начали вскрываться такие моменты, которых я, ну, не обращал внимания, я увидел вот эти свои, я, ну, пришел момент, я помню, говорю, Господи, прости меня, прости меня, что действительно, все-таки, я неправильного был мнения о себе, поэтому, пусть Бог поможет нам, чтобы у нас было правильное мнение о себе, а оно всегда основывается на откровениях Слова Божьего, поэтому тут дальше написано, каждый, что, результат, каждый, да, испытывает свое дело, каждый, ну, испытание, да, вот, проверка, у Господа сверяйся, испытывай свое дело, испытывай свою внутренность, испытывай, ну, свои мотивы, обращайся перед Господом, проверяй, Бог будет показывать, где что не так, написано, испытывайте, да, испытывайте свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе. Очень важный момент вот это, да, есть ложная уверенность, а есть уверенность в Духе Святом. Когда-то апостол Павел хорошо сказал, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Когда мы приходим к Господу, один из таких ярких моментов, таких, ну, явных, что нам необходимо, у нас происходит очищение, нашей совести, которая способна правильно судить, и поэтому тут написано, когда я испытываю самих себя, когда я обращаюсь, нуждаюсь перед Богом, читаю слово, проверяю самого себя, и вот эта оценка моему состоянию дает чистая моя совесть, не оскверненная, но чистая совесть, она оценивает меня, и я имею внутренний мир. И поэтому тут и говорится, каждый доиспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе. Вот это внутренняя похвала, вот это внутреннее согласие, внутренний мир от совести, которая в Духе Святом. Дальше. А не в другом. Другими словами, мы очень желаем, допустим, хорошо, когда о тебе говорят, хорошо, брат Вадим, вы, слава Богу, вы такой брат, вы все-все-все. А что мне моя совесть говорит в Духе Божьем? Такой ли я на самом деле? Поэтому я должен ориентироваться. И, вы знаете, хвалите, да? Ну, не хвалите друг друга, но ободряйте, это хорошо, поддерживайте. Особенно для меня было в начале, когда я только стал и переводчиком работать, и вот первые такие попытки проповеди, да, пусть они не такие были складные, такие были, ну, исправные, но я старался донести, как любой проповедник. И было очень приятно, когда братик или сестричка, вот, слава Богу, там, получил ободрение. Для меня это было такое, знаете, чувство, ну, что я что-то для Господа сделал. Но это не чувство для гордости, не повод для гордости, но чувство, что ты сделал что-то для Господа. Поэтому мы нужны друг друга ободрять, укреплять друг друга. Вот, но тут как бы немножко другой такой момент, да, чтобы я искал, не зависел от похвалы другого человека, но чтобы я полностью имел общение с Господом. И то, что мне внутренний ему человек говорит, в Духе Святом, вот я вот этому и соответствовал. Помните, когда-то Павел сказал, «Для меня очень мало значит, что думают обо мне ли люди. Я, говорит, и сам не сижу о себе. Судья же мне Господь». Поэтому тут написано, «Ибо каждый дальше продолжение понесет свое бремя». Каждый понесет свое бремя, перед Господом будет давать отчет за свою собственную жизнь. «Саша, у меня еще минут десять». Продолжать, да? И дальше мы переходим еще, да, продолжение вот этой темы, да, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Вот очень часто цитируемое место из Писания, это дальше Павел продолжает уже, говорит, ну, о взаимоотношениях, но он переходит еще вот о том, что не обманываемся, когда мы идем против Бога, когда мы ведем себя таким образом, что, ну, будем говорить так, наглеим в отношении Бога, позволяем себе какие-то вещи, думая, что я особенный, а, ну, думая, что я, ну, со мной Бог так не, Бог меня за это не накажет, то здесь неправильно. Это пренебрежение Богом, оно всегда, оно всегда заканчивается очень плохо. Поэтому тут он говорит такой основной принцип. «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Чему мы уделяем свое внимание, чему мы уделяем свои средства, вот это свое внимание, свое сердце. Соответственно, мы это будем и пожинать. Но Бог никогда, Слово Божие исполнится. Как Бог сказал, так оно и будет. Как бы Лукавый не старался нас обмануть, поэтому он говорит, не обманывайтесь. Мы можем тешиться какой-то неправильной надеждой, что-то нас что-то убедил, что-то ничего страшного, ничего за это не будет. Современные учения так вот сегодня ведут себя, то ничего, благодать Господа используют в повод, в распутство. Он говорит, не обманывайтесь. Бог по ругаем не бывает. Как Бог сказал, так оно и будет. Иисус когда-то сказал в Евангелии Матфея 5 главы в Нагорной проповеди, что ни одна черта и ни одна йота из закона не придет, пока все не исполнится. Как Бог сказал, так оно и будет. В послании к Титу написано внеизменный в Слове Бог. Вот Бог, как сказал, так оно и будет. И поэтому лучше уже послушаться Бог и сеять в дух, сеять в духовное, уделять времени Слову Божьему, уделять времени своему состоянию. И дальше еще очень интересный такой момент, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пошлем, пожнем, если не ослабеем. Как я говорил, приятно, когда имеешь дело, помогаешь человеку, делаешь добро, вот, и человек благодарен тебе, вот он благодарит тебе, очень приятно, да, что, ну, что кто-то, ну, ты сделал добро, и оно пошло на пользу. Но не всегда так происходит. Хотя Писание учит нас быть благодарными, но не всегда это бывает. Но Павел говорит так, вот это плод, да, вот плод, еще мы говорим о плоде духа, о признаках духовного человека. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Другими словами, как бы, уныние – это очень плохо, это потеря надежды, это нежелание продолжать так делать. Я вот делаю, никто на это не обращает внимания. человек неправильно реагирует, человек даже не благодарит тебя, не оценивает, и очень тяжело. Но я, конечно, для себя сделал вывод, у меня был такой случай, желательно помогать тому человеку, который попросил у тебя помощь. Я помню, ну, там, хотел коляску помочь, поднести, ну, и взялся нести коляску, то мама на меня накричала, а что вы лезете? Вот, и я как-то так остановился. Ну, добро мы должны делать, но надо быть и рассудительным. Вот мама испугалась, что там могу ребенка там еще уронить, и все, хотя у меня самого дети. Вот, я знаю, как переносить эти коляски, но она что, этого не знает. Вот, поэтому, делая добро, написано, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче, это своим поверь. Вот Павел именно призывает этого, это признак духовного человека. Вот, и дальше, заканчивая, апостол Павел уже, вот, ему очень тяжело, и я для себя выделил это, как отдельную такую тему, я на нее готов очень много говорить, вот, но, как бы я хотел бы сказать кратенько, апостол Павел, это был действительно благословенный Богом муж, который, как он говорит, я несу на себе язвы Христа. Апостол Павел в своем служении сталкивался с разными людьми. Помните, когда-то в послании к филиппийцам, говоря о Тимофея, он сказал так, что, ибо все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И вот представьте себе, апостол Павел, написано, в опасностях от лжебратьев, вот он постоянно находится вот среди такого общения. И для него было приятно иметь таких помощников, как Тит, как Тимофей, в них он имел отраду, в них он имел, знаете, какую-то радость какую-то, что есть люди, которые действительно искренне Богу служат. Но в своем служении он часто сталкивался с теми людьми, у которых неправильные мотивы. С этими людьми он обличал, с этих людей обличал, с этими людьми он боролся, этих людей он предупреждал, когда нужно, обличал строго, когда нужно, направлял, да. Но я вот, когда об этом рассуждал, вот, то я представил себе, насколько тяжело было апостолу Павлу. Апостолу Павлу, вот, находиться вот среди таких людей. И представьте, Иисусу Христу тоже было нелегко. Он пришел к своему народу, написано, да, пришел к своим, а свои вот и не приняли. Как они отреагировали, как они его обзывали. Вот, вот эти язвы Христа он носит. Вот, с чем сталкивался Христос? С гонениями, с вот этими обзываниями, вот в это, и в конце концов он с распятием, да, вот уже настолько ненависть. И вот, с чем-то подобен сталкивается Павел. И вот он дальше, я уже не буду так глубоко вникать, но если кратко говорить, он описывает истинные мотивы тех людей, которые работают в Галатам, совершают вот эту плохую работу, возвращая их к закону. Кратенько сказать, апостол Павел говорит, что вот эти люди, вот эти люди, мотив их не для того, чтобы угодить Богу, там, исполнить закон, но в то время было гонение за крест Христов. В то время иудеи очень сильно гнали за несоблюдение закона. И поэтому находились верующие, которые, и, как говорят, и вашим, и нашим. И вот они решили, чтобы не быть гоним за крест Христов, ко кресту, ко Христу, ко спасению через веры, они еще вот налагают вот это бремя, да, вот, а вы соблюдайте еще закон. И Павел описывает, что истинный мотив вот этих людей, не то, что они хотят Богу, Богу прямо угодить в исполнении закона. Мотив у них совершенно другой. Написано так, «Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают законы, но хотят, чтобы вы обрезывали, чтобы похвалиться в вашей плоти». Другими словами, они хотят, чтобы о них хорошо говорили вот эти иудеи, которые против Христа, против истинной Евангелия, но эти люди пытаются и им каким-то образом угодить. И поэтому, будучи верующими, да, вот смотрите, а я вот хвалятся, да, а вот я потрудился, вот видите, вот этот человек уже, вот эта церковь обрезывается в Галатах, одна и вторая, там третья, да, и мотив вскрывается совершенно другой. Он говорит, «Вы хотите похвалить, вы ищите хвалу себе, тщеславие, да, ибо сами обрезывающие не соблюдают, чтобы, но хотят, чтобы и вы обрезывали, чтобы похвалиться в вашей плоти». Вот какой я, да, вот мотив, мы видим мотив, и очень часто наша внутренность, да, вот, что нам не движет? Собственно, я. А Павел говорит, «А я не желаю хвалиться, я не об этом, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новое творение». Ну, как бы такой совет, когда читаете это место из Писания, или общаетесь с кем-то, цитируете, то не тварь говорите, да, вот творение, потому что на самом деле это творение, новое творение, тем, которые поступают по этому правилу, по такому закону, да, для меня мир распят, и я распят для мира. Мир им, и милость, и Израилю Божию. Вот кого благословляет Бог, вот Бог с кем, не с теми, которые соблюдают закон, а с теми, которые понимают и принимают жертву Христа, что Христос распался за меня, и я распался за ними, вот на таких действует благодать Божия, таких подкрепляет Господь, таких благословляет Господь, таких Бог хранит и ведет Царствие Божие. Тем, которые, да, еще раз наподобие, тем, которые поступают по этому правилу, мир им, и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле своем. Вот, как к Иисусу относились, били, то же самое. Павел пошел именно по этому пути. Павел пошел по этому пути, можно пойти по другому пути, можно где-то, знаете, как говорят, лавировать, да, идти на компромиссы какие-то, чтобы и нашим, и вашим. Павел говорит, для меня это Христос, он для меня распыл, он для меня, за меня был распят, вот, он за меня страдал, и поэтому для меня это основа всего моего хождения. И тем, когда, впрочем, никто, вот, я ношу язвы Господа. Не отягощайте меня, вот, не нагружайте меня тем, вот, неправильным отношением, потому, потому, что я и так уже действительно весь, ну, вношу язву Иисуса Христа. И слава Господу, я понимаю, что это мы так кратенько пробежались, тут еще можно, можно говорить много на вот эту заключительную часть, вот, но, как бы, обобщая все, мы видим, я для себя лично взял большое, для меня это было большим благословением. Я надеюсь, с Божьей помощью продолжить разбор, ну, как у нас, мы с братьями посоветуемся, вот, других посланий, других мест из Писания, но вот в этом я нашел для себя, я после исследования, я больше понял жену, значимость Христа. Я понял, кто я такой, да, и что для Христос для меня сделал. И все остальное, все это, что хотят приложить ко Христу, это все к вере, это все неправильное. И я настолько был благодарен Богу, что я спасся по вере, что Иисус проявил ко мне сострадание, милосердие, прощение, простил мои грехи. Я из язычников, я не принадлежу к избранному Божьему народу, ну, по плоти, но Бог меня нашел и дал в сердце Святого Духа. И это все сделала жертва Христа. И поэтому, да сохранит нас Господь, чтобы нам не искать чего-то другого, да сохранит нас Господь, чтобы нам не добавлять к нашей вере чего-то, то, что не нужно, чтобы мы не обманывали самих себя, и чтобы мы обращали на наши взаимоотношения друг с другом. Это очень важная часть и в служении Христа, в наставлении Христа, в наставлении Павла, и оно очень ярко проявляется именно вот в этих заключительных главах. Это очень важный вопрос. Мы призваны помочь друг другу. Поэтому, слава Иисусу Христу, и пусть вот это слово, которое здесь, да, «А я не желаю хвалиться». Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Слава Господу! Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезания, ни необрезания, а новое творение. Мы, когда приходим к Господу, мы получаем, становимся новым творением. И цель наша уже небо, вот, и пусть Господь благословит нас, да будет Ему за все слава. Аминь.